Игорь, расскажи, когда началось твое приключение с бодибильдером, с нашим так званым культуризм на сегодняшний день? И вообще такое понятие в Советском Союзе на то время существовало или все-таки правда было то, что слово культуризм было запрещено? Ну я, наверное, приятно удивлю польских любителей культуризма, что, как ни парадоксально, культуризм в Советский Союз пришел через континенты, через океаны, не из Канады, не из Соединенных Штатов, как общепринято, а пришел из Польши. Первый парадокс заключается в том, что информационная политика, которая выстраивалась в Советском Союзе, она была на рубеже 1962-1963 года никчемна. И благодаря только отдельным энтузиазмам, о которых мы говорим попозже, в общем, все было равно нулю. Два издательских дома, это «Спортивная жизнь России», прежде всего, журнал, который в основном освещал события, связанные с атлетической гимнастикой. Слово «культуризм» не было присуще, он был нехарактерен, он был, что там говорят, запрещен. А все мы, люди, которые волен и волен занимались железом, мы, в общем-то, черпали информацию, перепечатанную из американского журнала, польского журнала «Спорт для вшильских». Это достаточно недорогое видное издание, это газетная бумага, но вся информация, которая тогда уже имела место быть в Америке, в Канаде, усилиями, прежде всего, Джо Уайдера, конечно, поступала к нам оттуда. И первые познания, первые фотографии о сильных мирах всего для нас в те времена, конечно, мы черпали оттуда. А парадокс заключался в том, что, например, первая фотография достаточно хорошего качества была опубликована, как ни смешно, в газете «Правда». Фотография была Билла Перла, он стоял боком с напряженным трицепсом, и она была подана, примерно так, «Гримаса Америки». Ну, там было упомянуто слово «культуризм», «будебилдинг», но в основном это, конечно, был негатив. Появление будебилдинга в России мы все обязаны, в Советском Союзе мы обязаны Роману Павловичу Морозу. Это был сперва завкафедр тяжелоатлетики в Кацоливке, Институте физкультуры, а Пажин был префект. А завкафедр чего? Тяжелоатлетики. Тяжелоатлетики. Да, потом пришел, по и после него пришел Аркадий Иванович Воробьев, который уехал из города Свердловск и возглавил этот кафедр в Москве. А Роман Павлович, тренер по тяжелоатлетике, человек, воспитавший Григория Нарвака, воспитавший его сыновей, Ромку и Аркашку. Он же встречал Вайдера «Перебью тебя» в 1985-1986 году. Нет, он не встречал. Роман Павлович уже отошел в сторону, я сейчас расскажу. Роман Павлович был тайным, тайным, соглядаем советской власти, но внутри он очень был расположен к сильным, красивым мужикам. Именно благодаря Роману Павловичу Морозу был взят в иностранное дело в библиотеку ГЦОЛИВКО великий Георгий Павлович Тыно. Вот Георгий Павлович Тыно, моряк дальнего плавания, знающий хорошо английский язык, эстонец по национальности, привнес информационный поток Будды Билдинга в Советский Союз. Именно благодаря Роману Павловичу, который спас Георгия Павловича от всех проблем советской власти и от, собственно, силовых структур. Он дал ему возможность работать официально, зарабатывать деньги, а в свою очередь Георгий Павлович Тыно, памятник которому сейчас поставлен в Эстонии, и турнир имени его проводится в Эстонии, потому что он является первооткрывателем. Он стал печатать первые информационные такие заметки, упражнения в спортивной жизни России. А моделью для этого был Геннадий Балдин по увлечению. Он занимался горными лыжами, как не смешно, но сходство было с Томикона, олимпийским чемпионом по тяжелотеке, настолько огромное, что, в общем-то, порой даже его называли, ну, сами мы называли Томикона. Так вот, Геннадий Балдин был первой моделью, которая показывала упражнения атлетических гимнастики. Ну, в общем-то, те же самые базовые упражнения культуризма, которые мы сейчас знаем. И все бы это длилось очень долго, но вот у Романа Павловича Мороза появился его ученик, мастер спорта по штанге Марк Шафран. Был очень энергичный молодой человек, и вот на рубеже 64-го, начала 65-го годов усиленный Роман Павлович Мороз, он был очень уважаемым, очень серьезным человеком в мире спорта. Была открыта первая секция, первая секция культуризма, атлетической гимнастики в Лужниках. Под большой спортивной ареной было шесть огромных помещений, назывались они грелками. Грелки служили в зимнее время для людей, которые переодевались из гражданской одежды в спортивную, одевали коньки и катались, так называемые, катки люкс. Было залит каток, вокруг большой спортивной... Как назвать именно эту секцию, первая секция атлетической гимнастики в СССР? Несомненно, несомненно, несомненно. Как она называлась? Она никак не называлась. Секция атлетической гимнастики. Стоимость абонента стоила 4 рубля 30 копеек, за это ты имел право в течение месяца посещать эти залы по полтора часа, три раза в неделю. И туда же, позже, пришел Геннадий Балдин. Геннадий Балдин, который для большинства людей, занимающихся бодибилдингом, явился как бы прородцом тренерского корпуса. Хотя, на самом деле, первым и организатором был Марк Шафран. Ну, понятно, по национальности, по проблемам, которые у Марка возникли через 3,5 года, он был опущен как бы в сторону, а Геннадий Балдин так остался для всех первооткрывателем. Вот и самой секции, и занятий он прекрасно к тому же выглядел. В 68-м году, Игорь, перебью, тебе вышла известная книжка «Атлетическая гимнастика». «Пустовой» и «Романа Мороза». Две книги пришли, но я тебя разочарую, они вышли намного раньше. Они вышли в 65-м году, причем вышли они практически одновременно. Одну написал тренер по тяжелоатлетике «Пустовой», тренер в труду, добровольное общество «Труд», а вторую написал Роман Павлович Мороз. И самое смешное, что та и другая книга начиналась следующими словами. «Перед тем, как заниматься отягощениями, опустошите свой мочевой пузырь», что вызывало всегда значительную улыбку. Вот один из тренеров в Лужниках, Козоев, был моделью для обложки одной из этих книг. Он и по сей день, по-моему, работает там, достаточно пожилой человек. Он проработал все эти годы. Геннадий Павлович Балдин работал тренером на протяжении 10 лет. Потом, ввиду его удивительных возможностей и мастерства массажиста, он был приглашен в сборную Союза, где проработал выводящим тренером и массажистом 14 лет. После знаменитой истории, которую случилось со сборной Советского Союза при переезде в Канаду, где была разгромлена полностью российская сборная, где главный тренер через полгода умер, Геннадий ушел сперва в парашютный спорт, а позже практически всю свою жизнь он работал массажистом в сборной по теннису. Геннадий монсировал всех самых великих атлетов, олимпийских чемпионов, ну а позже и нашего первого президента России. А теперь такой вопрос. Атлетическая гимнастика началась, как ты говоришь, в 60-е годы, зародилась, как говорится, с этого клуба в Лужниках. А когда провелись первые соревнования и как они выглядели, как их склассификовали? Потому что очень важные моменты. Культуризм на то время тоже не был одной единственной формой в проведении. Там были какие-то чудо, типа пара ростовые, весовые категории, весовые и тому подобное. Как у нас это проходило? Первый чемпионат, который прошел, связанный с сравнением красивого тела, как ни смешно, прошел в 1960 году в городе Екатеринбурге, Свердловске, и провел его тот же, все тот же двукратный олимпийский чемпион Аркадий Воробьев. В институте физкультуры в Свердловске был проведен конкурс сильных мужчин, как назывался, и выиграл его лыжник. Но это не было обосновано с точки зрения культуризма, и этот конкурс прошел как-то очень незаметно. Настоящим событием для Советского Союза был первый конкурс, который прошел в Москве. Прошел он в кафе «Молодежное». Было восемь участников, мы как могли позировали, напрягали свои бренные тела. Было очень много актеров, художников. Кафе «Молодежное». Кафе «Молодежное», да, это на улице Горького было. Самое-самое первое. У меня, благодаря моей маме, остались все эти фотографии. Очень смешными там выгляжу, такой лысенький, лопоухенький. Но как-то получилось, что я его выиграл. И получил приз, какую-то статуэтку, и дарил мне его Жанна Болотова. Такая была знаменитая советская актриса. А проходит немного времени, и вот Роман Павлович Мороз, благодаря ему, Марк Шафран и Геннадий Балдин, понимая, что надо сделать что-то, чтобы не помешало самому движению, но вместе с тем движение надо было вперед сделать. И вот тогда были выдуманы такие условные правила для проведения соревнований. То есть унифицированы были соревновательные части, введена в него есть так называемая силовуха. Это приседания, жим лежа, жим стоя, подтягивания и позирования. Это было проведено в 1976 году в Лужниках, малая спортивная арена, 14 участников. У нас не было весовой категории, мы все, в общем, выступали в одном весе. Вне конкурса выступил тренер Геннадий Петрович Балдин, он был у нас всех старше лет на 15, а мы вот такие молодые все. Я был тогда, только что закончил технику радио-приборостроительную, кто-то был рабочим, кто-то был спортсменом, кто-то был художником. Но интерес был огромный. Сегодня, когда я часто провожу мероприятие в большой спортивной арене, я часто захожу в этот маленький зал, он небольшой зал, он человек, наверное, 300, я помню, как все это было набито. Но вот так судьба дала мне, что я его выиграл. И как бы стал первым победителем по атлетической гимнастике, по культуризму в Советском Союзе. Потом было еще несколько турниров. Ездили мы в Литву, Латвию, это в основном наши основные оппоненты. И люди, которые лоббировали бодибилдинг. В основном соревнования были между Вильнюсом и Каунасом. И я никогда не забуду, когда вот я, мы в трех весовой категории, в трех ростовых категориях поехал. Балдин, Шафран и я. Я в тяжелой весовой категории поехал. И соревновались мы в Вильнюсском дворце спорта. Нашими основными соперниками были спортсмены из Каунаса. И вот мой оппонент, основной мой оппонент в моем весе, это был член сборной Советского Союза по тяжелоатлетике Анатолий Приц. Приседал я плохо, ноги у меня всегда были очень слабые. Мой лучший вес – это 190 килограмм. Но жрал я уже тогда неплохо. Я жрал 187, как не смешно. Уже имел один цикл нерабола. Сейчас уже можно об этом и говорить. Это продукт, который продавался в любой аптеке. Стоил он 12 копеек, 10 таблеток. И был рекомендован для продажи для женщин, потерявших много крови во время беременности, во время родов. Но, как оказалось, это чистый мужской гормон, который явился как раз тем самым стержнем и основой всей сборной Советского Союза по тяжелоатлетике. Но об этом мы узнали позже. Но вместе с тем… Не нужно путать с нераболилом, короче. Да, несомненно, да. Не надо путать. Но вместе с тем он нам помог. Чрезвычайно. У меня был курс 20 дней. Пила по 2 таблетки в день. Прибавил в весе 18 килограмм. И вот я тогда как раз выстрелил. 197 килограмм я пожал на раз. Это знаменитое соревнование, которое было в Вильнюсе. Собрало огромное количество любителей атлетической гимнастики. Не знаю, как все это называть. Но все это, конечно, было покрыто мраком. И вот основное соревнование было между мной и Толей Придцем. Толей Придц – это настоящий штангист, классик. Человек, который мог по физике своей, конечно, намного был сильнее. И вот представители Литвы решили, что он будет сильнейшим в этом турнире. И оно и произошло. Я очень плохо присел. Я присел тогда 180 на раз. С третьей попыткой у нас было 3 попытки. А Придц зарядил на разминку 210 килограмм. И присел под счет зала 20 раз. Что, конечно, меня просто сломало. Но потом был жим лежа. Толей пожал лежа 165 килограмм. Я пожал 190. И еще было такое упражнение подтягивания. Подтягивания за голодом я подтянулся 38 градусов. Толей подтянулся 7 раз. Ну, и в конце концов было это позирование, которое... Ну, как-то получилось, что я тоже... Одним словом, я выиграл этот турнир. Успешное развитие бодибилдинга длилось недолго. Потому что вот с моим уходом из так называемого большого спорта я ушел в цирк. В цирк я ушел в 67-м году. Пошел я при весе 124 килограмма. Это было очень много. Пошел я работать акробатом, нижним, великую труппу, великого вдовейка. А бодибилдин начал раздеваться. Раздевался он очень успешно. Попасть в зал было невозможно. Я помню эти времена, 80-е годы, когда проходило, я помню, в 87-м году. В 80-е годы это уже... Это уже было, да. И мы говорим про 67-й год. Я этого не помню. Но я помню одну очень интересную вещь. Благодаря журналу такому Варшава, польский журнал Варшава, где была опубликована статья о атлет-клубе Геркулес. Может, ты помнишь? Как же, я знаю хорошо это. Так вот, фотографии с этого клуба Геркулес дали толчок многим... Фотография была Володя Дубинина. Да, да, да. Ну, Володя человек, который родил Федерацию всего лишь на все. Усилиями этого человека, усилиями Володи, во главе, естественно, был поставлен Юрий Петрович Власов, была рождена Федерация. И добрых лет ему и настроений Вовке, потому что благодаря этому человеку существует сегодня Федерация. Только благодаря ему. Благодаря ему победы всех лет. Так вот, я помню, в 80-е годы в спортивную жизнь Россию писало три автора. То есть, на переменку. Один автор тебе очень известный, как и второй. Первый это Шубов. Он подписывался всегда индивидуально. А второй Петров Иванов. С чего Петров писал, а Иванов, я так понял, что он был просто так друг. И он подписывался. Потому что это все было делалось в институте полиграфии. Что ты можешь сказать об этих авторах? Ну, Шубов в данном случае, это человек, который, несомненно, на определенном этапе сыграл определенную роль. И вот, когда произошло переформирование федерации, под федерацией, естественно, я подразумеваю IFBB, интернет-федерация бодибилдинг. Приезд Вайдера. Очень четкая позиция Вайдера, как истинного демократа, что руководитель федерации должен только человек, который выбран организацией. И поэтому предпочтение в сторону Володи было всегда. Шубов провел какие-то определенные действия. У него не получилось стать руководителем этой федерации. И он ушел в НАБУ, где он всю жизнь, в принципе, находился. И всю жизнь, вот он жил какой-то отдельной жизнью. Да, он до конца дней своих присутствия в России, он писал. Он был основным автором спортивной жизни России. Несомненно, это очень грамотный человек. И практически все победы на уровне НАБА, это благодаря Володе Шубову. Я помню его зал. Это метроэропорт. Да, метроэропорт очень маленький, тесный подвал. Подвал, да. Который он тренировался с Жором Асалевым. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И многие талантливые спортсмены, в том числе Леша Черкасов, например, Алексей Черкасов. Да, да, он с этого зала и уехал. Он с этого зала и уехал. Так, с Володей Шубовым как бы понятно, ушел в НАБУ и все. А что же случилось с другими авторами, которые, например, хотели перевести слово «атлетическая гимнастика»? Например, такое слово «ритм, атлетизм», может быть, ты слышал? Ну, я слышал, несомненно, про эти все поиски. Дело в том, что нет хорошей жизни. Все эти авторы находили возможность что-то делать. Потому что, особенно после проблем с Марком Шафраном, была история очень простая, как мир. Популярность была бодибилдинга «атлетическая гимнастика» огромная. Шесть залов размером 400 квадратов не вмещали. Три группы по полтора часа. То есть очереди раз в месяц на запись составляли более 6 тысяч человек. Сейчас трудно об этом говорить, да. Причем каждый, имеющий возможность войти в счастливщики, должен заплатить 4,30. Ну, естественно, через некоторое время у Марка появилась предпринимательская деятельность. Он подходил к тому или иному спортсмену, давал ему какие-то дополнительные указания, уверовал, что возможность у него огромная, достаточно заплатить еще за один обмен. Все понятно. То есть были деньги, естественно, нашлись люди, которые сообщили соответствующие органы. Ну, и самое парадоксальное было в том, что нашелся один американец, приехавший в Москву по обмену, в Академию наук на полтора года. Он оказался тоже АИД. И они сдружились с Марком. Появились так называемые чеки, березка. Естественно, все закончилось статьей в «Комсомольской правде» «Грязные картинки», где был, конечно, разрушен весь миф бодибилдинга. Обрушилась вся грязь, возможная, правильная или неправильная, на Марка. И долгий период времени, то, что называется атлетической гимнастикой, вольно или невольно претерпел определенные неприятные стороны. Марк был вынужден в течение двух лет... Так как и каратэ в 1982 году было запрещено дисциплиной спорта, скажем так. Ну, если будет возможность, мы поговорим по поводу этого. И с полуподвального в подвал перешла? Нет, я здесь не соглашусь, потому что каратэ в тот период времени, когда была центральная школа, ты извини, они уже занимали значительную площадь на Цветном бульваре, в знаменитом труде. И первый этаж, там, где было дзюдо, было все по поводу на Алексею Борисовичу Турмину. Уже тогда уж Касьянов руководил этой школой, уже было очень много, огромное количество было филиалов. Но случилось то, что случилось. Лёше придали три статьи, Лёше обозначили десятку, и Лёша, к сожалению, был вынужден уехать. Ну, это не об этом сейчас. Да, сейчас по поводу культуризма. Да, вольно или невольно, бодибилдинг, к примеру, до 1972 года развивался уже под этим давлением самого Марка Шафрана. Но в это время был Санкт-Петербург. Володя Дубинин сейчас уверяет, что начало всех начал, это, естественно, как и положено, Краевский Санкт-Петербург, кружок атлетический и, конечно, автоматически и позже атлетическая гимнастика была рождена там. Можно с этим и согласиться, можно с этим и согласиться, но то, что Владимир Дубинин сделал огромное-огромное движение для официальности культуризма, это, несомненно, открыв федерацию, какими усилиями это стоило, да, стояли все приверженцы. Кстати, Шубов тоже, кстати, был в этой активной группе, кто принимал участие для открытия этой федерации. Открыв федерацию, бодибилдинг уже приобрел определенные значения, и тогда был приглашен президент Альбиби, Бен Вайдер, условия которому в Олимпийском комитете и в Министерстве фикар-культуры и спорта были сделаны такие. Он должен финансировать проведение чемпионата в Тюмени и финансировать поездку за рубеж. Что Вайдер сделал? Вообще, надо сказать, что это удивительный человек, человек, благодаря которому, ему, именно ему, а не его брату Джо Вайдеру, рождена эта федерация, и на сегодняшний день 176 стран стоят под знаменами его. Его энтузиазм, его безумная динамика очень высокого менеджера позволили в очень короткий срок сделать такой популярный вид спорта. Несомненно, что появление гиганта из Австрии сыграло в значительной степени роль мирового значения, но это все было на рубеже сразу после Олимпии. Олимпия была, как мы все знаем, в 65-м году. Арнольд был привезен в Соединенные Штаты в Санта-Монику в 68-м году, выиграв чемпионат Европы по пауэрлифтингу. И позже участие его в фильме, как главного героя в 1980-м году, в фильме «Качай железо» сыграло огромную роль популизма. Примерно так же, насколько популярен был фильм «Изо всех сил» с участием Сталлона, сыграв, несомненно, огромный скачок для популяризации Арнольдсинга. То же самое было в 1980-м году и сделано Арнольдом в фильме «Качай железо». А что случилось именно с вот этими вторыми авторами, Петро Иванов, ты в курсе дела или нет? Я не знаю, не знаю я. И что на сегодняшний день, и может быть так, такой вопрос, когда закончила свою жизнь, спортивная жизнь России? Она и сейчас живет. Я время от времени являюсь автором статьи, я рассказываю о том, как я куда езжу, в сыном это Олимпия. Человек, который руководит этим журналом, это бывший президент Федерации спортивных журналисток, Игорь Масликов. Великолепный человек, интеллектуал, грамотный, очень востребованный человек. Армянский пилареулок, дом 5, если я не ошибаюсь. Да, абсолютно верно. Напротив белорусского посольства. Абсолютно верно. Во дворе. Живет он за счет энтузиазма этого человека. Только благодаря его связям, его отношениям, его удивляют. Он выходит регулярно. Он выходит относительно регулярно. Имеет он все тот же вид. Вот он также рассказывает, если кто-то приносит. Мы уже, естественно, мы давно работаем не за гонорары, это какая-то благодарность нашей молодости. Игорь Сампирш, что очень грамотно о боксе. Сейчас очень много появилось, так называемых историков и писателей от бокса. Так вот, я думаю, что один из самых грамотных, очень точных, четких и болеющих за каждую строку, за каждую запятую, как раз является Игорь Масли. Ну вот статьи по бодибилдингу, активные статьи такие по бодибилдингу, по культуризму, по атлетизму, атлетической гимнастике были в 70-80-е годы. Тогда... Я не соглашусь. По одной простой причине, они просто были для нас редкостью. И в основном это были перепечатки. Серьезного, аналитического, индивидуально-авторского мнения не было. Тогда уже стали появляться, естественно, вольно или невольно американские издания, издаваемые «Вайдер Публикейшн». У «Вайдера», как мы знаем, было 8 журналов. Он 6 лет тому назад их продал за очень хорошую сумму, кто-то называет 180 миллионов. Купил издательский бизнес «Вайдер», «Джо Вайдера», это «Америка Медиа Инкорпорейтинг», крупнейший издательский дом Соединенных Штатов, который, кстати, купили «Олимпию». Они сегодня являются совладельцами вместе с федерацией, в меньшей степени федерацией, официальной федерацией «Боды Биланга» и «Би Би Би», о которой говорит господин Сантоха. А весь издательский бизнес «Вайдера» принадлежит вот этим людям. Люди, которые никогда не занимались спортом, во многом в течение года, первого года, они назвали ошибочным этот бизнес для себя. Они были глубоко убеждены, что легко на странице этих журналов поместить дорогую, будут помещаться дорогая реклама «Мерседесов», «Бриллиантов» и так далее. Они ошиблись, что это совсем другая публика, что это совсем другой бизнес, и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь будет. Второй ошибкой была этих людей, что они автоматически запретили популяризацию и рекламу спортивного питания. Ведь за счет чего долгий период времени Вайдер успешно продвигал спортивное питание принадлежащее ему. А, кстати, кто первый в спортивное питание выпустил вот такое понятие, как спортивное питание появилось сегодня? Ну, мне все-таки, мне кажется, все-таки Вайдер. По крайней мере, заметным. Потому что, скажем так, в 80-е годы кроме слова «Вайдер» ничего не существовало, практически можно сказать. Но я хочу сказать опять про Польшу. Долгий период времени, долгий период времени, основным поставщиком левого, правого товара под маркой Вайдер была Польша. Да, я хочу сказать, что многие поставщики, которые вот на рубеже 95-96-х годов, они, в общем, все были из Польши. И первые люди, являющиеся посредниками... Это 95-96 годов. А мы говорим о принципе 80-х. Конечно, Вайдер. Конечно, Вайдер. То есть он был первый с начала такой понятия движения. Да, и мудрость этого человека заключалась в том, так как его брат был президентом Международной Федерации. Естественно, вольно или невольно, он контролировал выборы президента в каждой стране 176 стран. Но... Он автоматически давал право издавать эти журналы. И в этих журналах автоматически издатели этих журналов, руководители Федерации, которые контролировали и были заинтересованы и зависимы от Вайдера, получали страниц бесплатной рекламы. То есть настолько аналогия и правильный выставлен маркетинг, который был нарушен АМИ. АМИ, как только получила в свои руки весь издательский бизнес, они принципиально отказались от рекламы спортивного питания. Считали, что это не оно. Ну, двух лет было достаточно, бизнес упал. В основном плаву очень хорошим бизнесом явился шейп. Не масл фитнес, не жесткие все журналы культурные, а именно шейп. Фитнес. Фитнес, который на самом деле сегодня в значительной степени более интересен и для бизнеса, и для увлечения, и для массы. А масса и делает деньги. Сегодня значительно интереснее узнать, кто как качает бицепс, кто чего носит, кто что ест, что надо есть. И в значительно меньшей степени как раз та самая профессиональная информация, касаемая для увеличения размера бицепса. Так что вот развитием самого бодибилдинга начали заниматься разные люди. Но сегодня, в любом случае, уже то, что на протяжении последних 12 лет «Олимпия» проводится в самом престижном месте мира в Лас-Вегасе. Шесть лет она проводилась в Мэнделлэй Бэйс, сейчас она проводится в Орлинс-отель. Но все равно на этот конкурс, на этот сэшн съезжается со всего мира огромное число народа. Если я за два месяца не закажу отель, я не заеду туда. А вопрос такой, как бодибилдинг сейчас собирает публику в России? Почему спрашиваем? Потому что в бывшее советское время я помню второй чемпионат Советского Союза в 87-м году, на котором было собрано такое огромное количество юбилейном в Санкт-Петербурге людей, что люди стояли, лежали, подкрыли стенку, в середине. Короче говоря, не было куда пальцем садить. То что творится на сегодняшний день и как ты считаешь, чему причина к тому, что происходит на сегодняшний день? Я думаю, что одна из причин, которую мы затронули немножко выше. Тем не менее, российская команда привозит очень хорошо подготовленных спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Это опять благодаря Володе Дубине. Все, что происходит в большом спорте в бодибилдинге мировом, это, конечно, Дубин. Он еще раз он. И самое ужасное, что я, что я, мы все не видим того, кто, если не дай Бог, Володя по состоянию здоровья спрыгнет с этого паровоза, некому возглавить, потому что вот альтруизм в полном смысле, динамика, динамика, моторика, его направлены на поддержание штанов у федерации, на поддержание спортсменов, на то, что необходимо любому руководителю, нет ни у кого. Сегодня вся конструкция выстроена с точки зрения людей, которые вблизи федерации, вблизи этого вида спорта. Это открытие собственного зала, естественно, максимальное количество потребления и так далее, и так далее, и так далее. А сегодня в менеджерской работе некому заниматься, нет абсолютно никого. Это ужасно. И второе, чем сегодня, мне кажется, сложна структура бодибилдинга, несмотря на то, что россияне являются все равно сильнейшими в любительском бодибилдинге, впрочем, и как показали события на Рон Классика и в любительском на уровне профессионалов тоже россияне далеко-далеко не последний, это фитнес. Это вот та середина золотая, которая во многом определила интерес сегодняшней молодежи. В той или иной степени огромное количество залов, например, в Москве сегодня 850 залов, из них 500 достаточно элитных, и никто не хочет заниматься в подвале. Чего там греха таит? Настоящие спортсмены, начиная, не знаю, от мегазвезд, от того же ЯЦа, все ковали свое в рабочем, в железном помещении, где информация максимально связана с тем количеством железа, которое надо обязательно поднять. Сегодня достаток, состояние россиян достаточно высок, и вместе с джентльменским набором красивой женщины, хорошей одеждой машины, конечно, было бы неплохо иметь какое-то тело. тело, которое минимальными усилиями можно добиться. Это, конечно, фитнес. Занятие фитнесом в значительной степени, как в какой-то период времени у классической тяжелой атлетики отнял культуризм, отняло сегодня в аспекте серьезных и очень серьезных участников соревнований. Ведь сегодня на Москве, на регионах, на России, на мире долгий период времени мы видим одних и тех же участников, энтузиастов. Я уже не говорю о том, что, например, по сегодняшний день все так же в стороне находится Сережа Шелестов, которого я увидел в 95-м году на чемпионате Москвы. И уровень, например, того же Сереги сегодня, в принципе, не доступен никому. Это говорит о том, что все с желанием посещают зал, все с удовольствием занимаются отягощением, но не более того. А что случилось, например, с Жорой Масалевым, Масловым и другими спортсменами перелома 80-90-х годов? Как они определили свою жизнь? Ну, дело в том, что, например, Леша Черкасов. Да, но по поводу Маслова это особенный интерес. Мы с ним жили на одной улице, на почтовой. Когда стал тем, кем я стал, обо мне написало сразу 12 московских газет. Это трудно представим. По тем временам о мальчишке, которого никто не знал, написали газеты. Я был настолько узнаваем, любим и так далее. И Маслов тогда занимался футболом. Занимался футболом достаточно серьезно. И уже уходя из этого спорта в цирк, я помню, как он стоял у полуподвального помещения в Лужниках, в окно, он не мог, по-моему, на протяжении трех месяцев попасть в зал, записаться в секцию. Когда я уехал, когда я приехал, когда я начал уже приезжать, возвращаться откуда-то из рубежа, я узнал, что Маслов оказывается стал даже чемпионом. Но он всю жизнь выступал как раз под маркой НАБО. Он очень дружил с Шубовым, Шубов ему во многом помогал. Ну, тогда, например, в 88-89 год никто не отличал НАБО или ФББ. И тогда было одно бодибидинг. И, кстати, в этих бодибидингах, в этих соревнованиях, Шубов принимал активное внимание, он же судил. Нет, он тренировал, он хотел быть чиновником, и он, конечно, очень-очень был расстроен, когда он был отлучен от Айбиби. Потом у него начались какие-то терки с Володей, он писал, я знаю, Вайдеру, и Вайдер на это письмо, знаменитое, позже опубликованное, ответил, что для меня все вы дети. Так вот, что с Серегой Зайцевым, скажем так, с Люберцевым, мы знаем, что произошло так. А что на сегодняшний день с Масловым? Не знаю, я, в общем, по мере того, как я... С Жорой Масалевым. Да, Жора Масалевым также посещает соревнования. И реферкацию. Нет, все приходят, Маслова никто не видит, никто не знает, потому что он как-то... Он очень амбициозный молодой человек, очень амбициозный. Вот, и как только... Мы, кстати, с ним учились еще в одной школе, у нас был какой-то такой выпускной вечер, я только что закончил свою работу в цирке, и меня нашли ребята, я приехал, и пришел он. И мы с ним когда начали говорить, и каждый раз, когда упоминание было о его деятельности, он каждый раз говорил, что я лучший, я первый. И это было настолько удивительно для меня, потому что как-то вот при мне говорить, что лучший первый, ну, может быть, лучший, да, но первый все-таки, ну, вольный или не вольный был я, и благодаря мне он пошел заниматься. Очень амбициозный, его амбиции переполняли. Более того, что в одном классе мы лечились, я учился с Леней Кубовичем, мы сидели с ними на одной парне, это мои друзья детства, был Ленька, и Ленька все время, когда мы с ним встречаемся, вспоминаем наши безумные танцы в саде Эрмитаж, в саде Бауманского, да, вот, мы всегда вспоминали, вот, ну, и тот период времени, когда вот я его все время зазывал заниматься чем-то, кроме того, он всегда был склонен писать, он очень хорошо писал, ведь Леня удивительно, всю жизнь был, хотел быть актером, и всю жизнь у него не получалось это. Он был в Театре Розовского, он писал всякие памфлеты, и для многих наверняка слушателей и зрителей этой передачи будет удивительно, что его рождение, как таковое, началось с того, что он написал юмореску для Винокура, и Винокур с этой юмореской выиграл конкурс, первый конкурс эстрады. Ну, опять мы не о том, а о том, что те, которые были первые, Масалев приходит на соревнования, уважаемый человек, его почитает Московская Федерация, его почитает Российская Федерация. Со всеми остальными я не знаю, потому что никого не вижу. Ну, как же, а, скажем, в Америке, который был, как его забыл? Ты имеешься тот, который был в Федерации? Что? Который был в Федерации? Чайковский ты имеешь? Нет, 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 нет. Он... Он также в Америке живет, да. Нет, нет, есть на месте. А, ты имеешься спортсмен какой? Да, да, да. Ну, какого-то... Ясиновский Коля, Александр. Коля вернулся, Коля вернулся, вернулся. Я видел бы на первом чемпионате МСВ, когда Коля вернулся, это уставший от жизни человек, горем, нищетой, побитый. И ровно через полгода Коля поднял крылья, Коля предлагал информационный поток о том, как стать чемпионом. И на каждый вопрос, как тяжело ему было в американской тюрьме, он все время перебивает всех, я сидел с неграми. А Коля поднялся, Коля индивидуальный тренер, Коля тренируется, порой у него происходят очень серьезные взрывы, он очень хорошо выглядит, потом опять уходит персональный тренерский состав, но сказать, чтобы Коля сделал какую-то интересную, такую громкую карьеру, я не могу. клубу. Продолжение следует...